Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, те, кто к нам присоединился. Песня 21 в составе меня Михаила Новицкого и моего верного оператора эфира Гелета Пичук вас приветствует в нашем эфире сегодня 9 мая 2018 года, если память мне не изменяет. Я уже вижу, Регина уже в эфире. Кто-то лайкнулся. У нас зависала у вас какой-то. Зависала? Хорошо, я немножко по другому гаджету. Вы там проседали, Регина я увидел. Можно не так активно. И сейчас наш оператор разберется. Ну вот как-то каждый раз я пытаюсь спеть какую-то единственную песню, которая никогда больше не повторится. Привет, Костя. Привет, Воля. Хорошо, да. Костя у меня недавно видел в сахарнице. Хорошая компания была. Приветствую. Вот. Приветствую вас, друзья. Так, по чьей песню... Слушай, Регина, можно не так активно. Вот. Регина, нейтральную скорость включи. Ну ладно, пусть нравится. Да. Нравится, значит нравится. Сегодня же девятое... Да. Да. И... Сегодня мне захотелось спеть песню о предателях. Вот есть у меня такая песня, которую редко исполнили. Почти никогда. Почти никогда. И она все время зреет и никак не может созреть. Но мне кажется, сегодня она как бы созрела. Сегодня большая часть мировой общественности празднует день... Ну как угодно этот день называется. Как угодно этот день может называться. Кто-то называет день победы. Я называю день окончания беды. Нашей беды. 73 года назад была подписана капитуляция с Германией. То есть во Второй мировой войне самый страшный момент для многих народов закончился. Для русских, для украинцев, для казахов, для молдаванов, для белорусов. Закончился такой период Второй мировой войны. Но война, окончательная победа наступила, насколько я знаю, насколько я помню, в сентябре месяце. Так же, как началась. Началась она в сентябре 39-го года. Почему я решил сегодня спеть песню про предателей? Не знаю, у каждого автора есть такая песня. Там Высоцкого, если вдруг оказался, вдруг. Помните такую песню? Все ее знают. Вот. Предатели такие люди, на которые нас больше всего могут бесить. Не так страшны враги, как предатели. Предатели бывают мелкие, крупные. Договорился с человеком в поход идти, например. Какое-то дело затеял, экспедицию. И вот на этого человека надеешься, что он там палатку возьмет другого. Что он бензин берет. Третий берет спальники, четвертые сковородки. Только раз-два и подвел. Его соблазнили куда-нибудь. И он не явился и провалил. Все дело. Бывают предатели пожестче. Например, предатели Родины. Вот он. Выходит утром. Предатель Родины в сквер. Который рубят какие-то застройщики. Ну, в силу того, что... Или там ломают историческое здание. Вот. Историческое здание. Которое, может быть, строил его еще дед. Или его прадед. Который защищал его во время войны. Может, бабушка его бегала по этому зданию. И тушила зажигалки, да. Которые слетали с неба. А он сегодня, в силу того, что ему лениво. Ему неохота. Он вне политики. Он проходит мимо этого сквера. Мимо этого здания. Кто он, как не предатель Родины. Кто он, как не предатель своего деда. Кто он, как не предатель своей бабушки. И так далее. И своего города. Разве это патриот. Пусть скотина. Вот. Я вспоминаю еще в данный момент. Кто-то там разбудил. А второй, так сказать, мировой войне. Еще каким образом. Предатели по фамилии Адольф Гитлер. Они там два психа договорились владеть миром. Один из них был Сталин. А другой был Гитлер. Ну как бы все по-братски поделили. Гитлер сделал вид такой хитрый. Типа бери Сталин себе Прибалтику. Там бери западную Украину. Ты царству и здесь. А я буду и здесь. Типа на западе. Вот. Не поделили. Мало того, они даже поделили Польшу. Пополам там. В 1939 году осенью. Типа полк Польши Сталину. Полк Польши Гитлеру. Вот. И эта цирка Гитлер. Представляете? Не прошло полгода. Не прошло полгода. С того момента, как они поделили Польшу. По-братски. Вот. Оказалось, поделили. И царствовать один на той половине Польши. Другой на этой половине Польши. Нет. После этого момента. Эта цирка Гитлер все-таки предал Сталина. И несмотря на то, что кто ты был. И зерно им посылал. И мясо. И моторы какие-то там к самолетам. Или несоместные учения были. Летчиков, танкистов. Вот. Немецких и советских. Вот так вот. И поэтому я сегодня исполняю песню. Думаю, уместно сегодня исполнить эту песню. про предателей. На ваш, друзья, суд. Активизируйтесь там, пожалуйста. Маргарита Кондрахина. Ульга Заславская. Непрасные советские праздники. 9 мая. Винск Корби. Это правильно. Это правильно. Об этом и то, что я вам и сказал. Итак, поехали. Я пожил, я познал, я музей. Жизнь смешна, вспышки слева и справа. Все богатство мое из друзей. Из народа сверхпрочного сплава. Если скалится время, зя-зя-зя-зя-зя. Если улыбят враги без просвета. Если кажется, хуже нельзя. Хуже нельзя, уверяю вас. В этом не сути, говорит ему дрота. И приемлет всей тезис, как кредо. Тот, кто в силу привычки устал. Тот, кто в силу усталости предал. Тот, кто в силу привычки устал. Тот, кто в силу усталости предал. Сколько раз предавали Христа И собрата, и его Мухаммеда. И хотя целовались в устав. Гитлер Сталина все-таки предал. Он был ближе, роднее Голиста. Только взрякнула где-то монета. Сразу стала длиннее верста. Наглянулся заранее конету. Он немножко нарушил устав. Он немножко проспал до бедра. Как проснулся, так сразу устал. Но и в силу усталости предал. Как проснулся, так сразу устал. Но и в силу усталости предал. Иногда, ой, как жизнь непроста За предательство дарим победу Перепишет историк места Глядь медалям уж тот, кто всех предал Без героев предателей нет Вспоминаем колгофу и герою Смотрим книгу, кино, интернет Без предателей нет и героев Жище драт, как писатель фантаст Вдруг за осенью следует лето И врагов ваших перепродаст Тот, который сегодня вас предал И врагов ваших перепродаст Но дело обысливое Тот, который сегодня вас предал Ночь прошла и посуда пустая А не слишком ли много куплетов Посвятил я тому, кто устал Все, пожалуйста, хватит об этом На вопрос, как звезду ты достал Тот, толкал, 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 толкал Улыбаемся вместо ответа Ты прощай и ползи лет до ста Обывательским суетным предам Ухмыльнется зловещая мечта Повернется с пятною победа Тем, кто в силу привычки устал Тем, кто в силу усталости предал Тем, кто в силу привычки устал Ну и в силу усталости предал Спасибо, друзья Спасибо, вижу лайки Сигнализируйте, как там было слышно Алекс Лисовский Давненько Алекс не показывался Наверное, где-то было Не у нас Решат Гатауллин Петр Сворослов Владимир Кучеренко Марина Рязанцева Не может быть Не поверю Вот Ну, в общем, песня 21, 9 мая сегодня состоялась Я бы назвал сегодня День скорби У всех у нас кого-то не стало И вот эта беда Остановилась 9 8-9 мая Кстати, друзья Вот если кто-то, может быть, просмотрел Не видел эту новость Мы сейчас выпускаем документальный фильм Рассказ Одной Женщины Галины Степановны О войне Которая прошла войну От начала и до конца Ну, не на фронте А как могла В эвакуации Уже 4 серии в интернете выложены Их будет 10 серий Так что смотрите Правдивые истории Я просто с самого детства И рассказывайте друзьям Делитесь Потому что это Таких людей очень мало осталось Мы специально за Этим За этим интервью Не Не гонялись Просто случайно встретили На улице Женщину Увидели ее И слово за слово Зацепились Вот и узнали Что она действительно Очень много интересного И это все Что мы услышали От нее было Как вот Просмотренный фильм На одном дыхании Это очень интересно Это отличается От того Что показывали С детства По телевизору По того Что проходили В истории В школе По учебникам истории Когда-то Отличается Да Привет Какие Отличается От того Что Понаснимали нам Бондарчук И Михалков И прочее Да Очень рекомендую Раз уж такое дело Обратите внимание Кто не Встречался с этим Виктор Астафьев Книга Убитый проклятый В руку Мимо вас прошло И Николай Николаевич Николин Наш земляк Петербуржец Тогда еще Лимградец Вот Работный Пермитажа Написал Воспоминания О войне Очень важные Книги Которые Надо знать Пока еще Не открыли Архивы КГБ Ну друзья Точные картинки Не узнаем О том Что же все таки Произошло Более Семидесяти лет Тому назад Более Семидесяти трех Все я заболтался До следующих встреч В песне Двадцати Двадцати Пока друзья Счастья вам Берегите Себя и близких И мать природы Нашу